Всем привет! Это Артём и с вами Школа Лоркаута. И обычно мы говорим о тренировках и обо всём, что связано с тренировками. Но сегодня особенный ролик, и мы поговорим в общем об эффективности и трёх техниках, которые эту эффективность вам помогут улучшить. И здесь я не буду вам рассказывать о стандартных техниках, приёмах увеличения эффективности и так далее и тому подобное, как классно быть таким вот роботом эффективным. А только то, что я сам на себе использую и как это на меня повлияло. Я надеюсь, вам это поможет и вы станете гораздо больше успевать что в работе, что в бизнесе, что в тренировках. Я никогда не считал книг типа «Сверхэффективный человек» или как там, короче, их миллион. И все они заточены на то, чтобы вы были роботом, уперлись в цель и работали по миллион часов и так далее. СДАИКИ! Это не очень мне интересно, но я в один момент в жизни столкнулся с проблемой, что у меня четыре бизнеса, которыми нужно рулить. Два из них международных, нужно думать ещё на двух языках одновременно, одновременно строить дом, заниматься починкой мотоцикла и так далее и тому подобное. И я понял, что я просто не успеваю всё. А когда стараюсь даже приблизиться к тому, чтобы успеть всё, то остаюсь выжатый как лимон, абсолютно без энергии. И потом несколько дней теряю всё то, что наработал за этот суперэффективный день. И первая техника, про которую я хотел бы вам рассказать, с ней я столкнулся буквально в этом году. Не знаю, как это пришло ко мне в голову. Может, я где-то прочитал краем глаза. Может быть, просто это возникла идея у меня в голове. Одно менее дело в день. Это реально рабочая тема. Помимо основных целей, которые у вас сейчас есть в работе, в тренировках или в учёбе, вы выбираете одно мини-дело, которое скапливается, 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 и потом вы тратите несколько дней на то, чтобы разрулить вот этот весь ворох. Будь то уборка, или какое-то дело по бизнесу, или надо куда-то съездить, что-то сделать. Делайте одно мини-дело в день, но очень важно, чтобы оно занимало не более часа. У меня оно занимало всегда не более часа. И через две недели я уже заметил, как всё, что я копил полгода, я уже разгрёб, и мне стало гораздо-гораздо легче. И когда вам морально легче не думать обо всём этом, в вашей оперативной памяти этого нет, вы гораздо лучше фокусируетесь, сосредотачиваетесь на том, что важно, и становитесь более эффективными. Я работаю из дома. И если вы работали или учились дома, а учились вы 100% в универе, дома хотя бы какую-то часть этого процесса делали, то вы понимаете, насколько сложно сосредоточиться. И совсем недавно жена познакомила меня с техникой Pomodoro. Это аудио-визуальная техника, которая помогает с помощью аудио погружать вас в какую-то спокойную, умиротворяющую среду. И также она позволяет чётко рассчитывать режим отдыха и работы. Вы можете выбрать разные техники. Допустим, 25 минут работы, 5 минут отдыха и аудио-визуальная система. На ютубе их куча. Можете любую попробовать. Мне нравится, например, работать под звуки Хогвартса, либо Шира из Властелина колец. Очень классно. Совершенно не сбивает и очень помогает сфокусироваться. И через 25 минут режим звуковой сменяется, и вы понимаете, что настал отдых. Вы можете немножко отвлечься, посидеть в соцсетях, выпить чаю и дальше вернуться к работе. Реально рабочая тема. Попробуйте. И последняя техника. Я бы на самом деле это даже техникой не назвал. Скорее, это просто рабочий инструмент, который всегда помогает. Это зарядка. Да, знаю это ощущение. У вас прям передёрнуло. Потому что полгода назад, когда я понимал, что мне нужно сделать зарядку, мне нужно начинать что-то с этим делать, меня реально передёргивало. Я так заставлял себя это делать. Для того, чтобы проще войти в этот режим, нужно сделать очень просто. Выберите самые любимые упражнения на растяжку, расслабляющие. И потихонечку добавляете новость. Сейчас моя зарядка. Это всего лишь 30 минут. Но она состоит и из йоги, и из лёгкого воркаута, и, конечно же, из растяжки. И поверьте, энергия для того, чтобы быть весь день более эффективным, энергичным, и сделать гораздо больше, и ходить не с унылым лицом, особенно осенью, достаточно радостным, и быть энергичным, у вас будет больше. Поверьте мне, я достаточно депрессивный человек. Макс это знает. И, допустим, сегодня мы работаем гораздо энергичнее. Именно потому, что сейчас я вошёл вот в этот ритм опять зарядки, и постоянных-постоянных тренировок. Потому что это помогает и очистить голову, и привести тело в порядок, и здоровье, и энергия. Короче, это реально очень хороший инструмент. 10 раз можно красивыми словами это всё оборачивать. Но, блин, это работает из раза в раз, это работает. Бывает, да, да, я не идеальный, я не робот, я забрасываю зарядку, мне становится лень. Это всем понятно, и все с этим столкнутся. Но надо постараться войти в режим. Кстати, если у вас есть девушка, жена, если вы можете с друзьями это делать, вы там сожительствуете, я не знаю, попробуйте сделать это вместе, будете друг друга пушить. Меня часто заставляет жена, тема рабочая. А если говорить не только о зарядке, но и о тренировках, как методе сделать себя лучше, то регулярные занятия спортом приведут вас не только в форму физически, но и очистят голову, позволят вам быть более эффективными и более целеустремленными. Это реально работает. Если вы не знаете, с чего начать, то у меня для вас отличные новости. У нас есть базовый курс, я лично на этом специализируюсь. Поэтому вы найдете тренировочный план именно под себя, под любой уровень. И поверьте, вы скоро себя не узнаете. На сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Как обычно, ставьте лайк. Если вам понравился данный формат, около воркаутный, не совсем о воркауте, обязательно напишите об этом в комментариях, и я буду делать таких видео больше. А если вы новичок на нашем канале, и вы зашли узнать про эффективность, но не совсем о спорте, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, что наш канал вас заинтересует, и вы совсем скоро станете сильнее и лучше.